В Твере назвали «Человека года» и «Лучший социальный проект года». Региональный конкурс прошел уже в пятый раз. С победителями пообщалась наша съемочная группа. Светлана Зверева учитель истории и общества знания в школе номер 2 Лихославля. За ее плечами 38 лет педагогического стажа и почетное звание заслуженный учитель России. В этот день она удостоена еще и звания «Человек года» Тверской области. Светлана Владимировна рассказывает, что всегда хотела быть учителем истории. У меня были очень хорошие учителя истории в школе. Они были для меня настолько образцом, что когда даже мне предложили в Новгороде поступать на факультет иностранный язык истории, я сказала, спасибо, я хочу быть учителем истории. Знаете, я хорошо помню слова Александра Сергеевича Пушкина. Человек, не знающий историю своей страны, не может назвать себя образованным человеком. Почетные звания дипломантов и лауреатов присваиваются гражданам за личные достижения и заслуги в профессиональной, общественной деятельности и социальном служении. Вы должны внести большой вклад в развитие Тверской области, быть значимым человеком для Тверской области, обладать большим сердцем и большой душой. Одним из победителей в конкурсе «Лучший социальный проект» стала инициатива представителей социальной службы «Больше света» при храме «Преображение Господня» посёлка Солнечный, показанию помощи бойцам СВО. В частности, они проводят мастер-классы по плетению маскировочных сетей. Мы своей целью поставили не просто организовать помощь, а научить как можно больше людей, и в том числе привлечь молодёжь. И в связи с этим было проведено несколько мастер-классов по школам, на общественных площадках, где мы учили людей плести маскировочные сети довольно сложным плетением. Мы всё это оборудовали, всё закупили, что необходимо. И шло такое просветительское, наверное, духовное мероприятие. Лауреатами и дипломантами региональных конкурсов стали представители разных сфер жизни и профессий. Все они внесли свой вклад в развитие Тверской области. Приветственный адрес участника мероприятия направил губернатор Игорь Руденя. Конкурс убедительно доказывает, что в Верхневолжье живут талантливые и равнодушные люди, которые своей многогранной деятельностью приумножают традиции созидательного труда во благо Тверской земли и всего нашего Отечества. Каждый из вас носит значимый вклад в развитие нашего региона. Социальное служение, воспитание детей и молодёжи на основе непреходящих ценностей нашего народа. Приветствие победителям направил и председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев. Он отметил, что благодаря усилиям таких инициативных людей, готовых менять общество к лучшему, Тверская область развивается. Номинация конкурса охватывает практически весь спектр вопросов в социальной и общественной жизни. Помогает найти в муниципалитетах Рудневолжья талантливых и неравнодушных людей, которые горят идеями и готовы воплощать их в жизни, обрести знамышленников и получить реальную поддержку. Конкурс «Человек года. Лучший социальный проект года» учредили Общественная палата Тверской области и Совет муниципальных образований региона в 2019 году.